Мы будем говорить сегодня о одной из важнейших в книжном мире профессий, профессии переводчика. Мы будем говорить о том, что значит быть переводчиком, как живут переводчики, что они делают, с какими другими книжными профессионалами они сталкиваются, какие инструменты есть у переводчиков в работе, и как вообще живет переводчик в этой системе, которая представляет собой современный книжный акт. Но нам очень интересно, что какие вопросы у вас, потому что мы не совсем себе представляем, с каким запросом вы пришли, и если у вас есть конкретные вопросы, что вам интересно узнать, то у нас вся вторая часть будет интерактивная. Вы будете спрашивать, что вам интересно, и мы будем про это рассказывать. Мы пока расскажем то, что нам кажется важным, а потом мы отвечаем на вопросы. Для начала нужно сказать, что по прихоти русского языка слово переводчик значит несколько совершенно разных вещей. В частности, вот та функция, которую выполняет героиня, как гимн в фильме «Переводчик», она совсем не то, про что мы будем сегодня рассказывать, и на многих других языках по-английски, по-французски, по-немецки называется совершенно другим словом, не «translator», например, а «intervator». Это узкий переводчик, и, как правило, это совершенно разные животные, которые плохо скрещиваются, плохо друг с другом сосуществуют. Есть такие переводчики, и мы к ним относимся, на самом деле, которые занимаются и тем, и другим. Но это случайность, так же, как бывают переводчики, которые одновременно играют на скрипке. Это не совсем правда. Это не совсем правда, потому что, конечно, эти виды перевода друг другу помогают, взаимодействуют, интересно связаны, то есть это, конечно, в чем-то это одна квалификация, то есть это не совсем правда, но правда то, что есть переводчики, например, художественные, которые считают, что быть синхронистом для художественного переводчика это позор и деградация. Ну и кроме того, существует большая сфера технического перевода, это, как правило, такой перевод, который никогда не публикуется в виде книги, поэтому он не относится, строго говоря, к предмету нашего разговора. И это тоже, в общем-то, совершенно другая профессия, хотя, конечно, художественному переводчику очень часто приходится ей заниматься, ну просто из соображений, соображений... Пропитания. Пропитания, да, потому что не всякий переводчик готов умереть в углу. А художественным переводом сразу мы должны его сокорчить, прокормиться нельзя, не на деятельности. А можно получить много удовольствия от жизни. Детективный рассказ — это очень удобная площадка для того, чтобы пробовать переводческие навыки, потому что исторический детектив, детектив, относящийся к какой-то конкретной эпохе, он, во-первых, очень хорошо отражает все разнообразие жизни этой эпохи. Он отражает ее самые необычные стороны. Ну и кроме того, это тексты, которые, как правило, приятно и легко читать. И вот это вот сочетание, с одной стороны, текстов, которые приятно переводить, которыми приятно работать, которые будет легко и приятно читать потенциальному читателю, и вокруг этого довольно сильно навороченная исследовательская и переводческая работа, это был причиной того, что мы выпустили две, два сборника детективного рассказа. Одна не только Холмс, вот в левом нижнем углу, это викторианский детектив, конец XIX, начало XX века. И другая, только не дворецкий, это британский детектив, так называемого «золотого века», британского детектива, то есть примерно с 20-х по 40-е в годы XX века. На советской школе перевода все очень интересно. Она действительно великая, действительно, без дураков масса прекрасных переводов была создана. Но представление о ней, которое бытует, оно несколько искаженное. То есть, например, считается, что эти переводы были хорошие вообще, а переводы не могут быть хорошими вообще. Они никогда не... да, перевод не может быть идеальным, он не может с себя совместить все, это просто его природа. И поэтому, когда представляют себе перевод, который идеален, это всегда ошибка и обман. Да, ну, с чьей-то стороны ошибка, с чьей-то стороны обман, у советского перевода есть целый ряд достоинств. Да, это было, во-первых, это было абсолютно ни с чем не запоставимого в мире проект. Да, я читала материалы, там, переписку не так давно между Лениным и Горьким, 19-го года. Горький решил создать издательство «Всемирная литература», чтобы дать рабочим и крестьянам всю мировую классику немедленно. То есть идея была немедленно напечатать 500 томов мировой классики, каждый полумиллионным тиражом, чтобы рабочие крестьянам немедленно получили всю мировую культуру в одном флаконе. Представь, 19-й год, страна лежит в руинах, люди голодают, все разрушено, люди ходят в обмостках. В это время Горький пишет Ленина «Безобразие», нам недоприслали бумаги, как мы будем издавать 200 томов по 500 тысяч экземпляров. Опять же, очень интересный был выбор, что именно Горький и его соратники считали особенно необходимым рабочим и крестьянам в первую очередь. Например, лучшим лингвистом этой области был заказан большой том перевода персидской поэзии с комментарием. Это было, конечно, связано с представлением о том, что есть некоторый новый человек, который сейчас родится из хаоса, который, придя с полей, где он на тракторе убирал урожай, немедленно садится слушать музыку Бетхомена и читать персидскую поэзию. Это, на самом деле, была очень многородная мечта. У Майковского есть такие строки. «Сидят папаши, каждый хитр, землю папашут, попишут стихи». И действительно, на самом деле, по сравнению с XIX веком и ранним XX произошел какой-то колоссальный скачок, потому что в XIX веке перевод прозы был неважным делом. Люди, которые были настоящие читатели, читали по-французски. В переводах, например, английской литературы тоже по-французски обычно переводится с английского. А русский прозаический перевод был неважным. Никто им не занимался, никто не дрался друг с другом за то, какие должны быть принципы перевода. Да это было так вот для ознакомления читателей. Такой тоже просветительский проект. Вот мы сейчас вам пару эмористических глав из записок Питерского клуба, а кто хочет подробнее познакомиться с романом, идите к французскому переводу. Да, вот мы не взялись передать более сложные черты этого романа, а только хотели рассказать вам о приключениях. Да, то есть перевод был очень вольным делом прозаически, никто это не контролировал. Можно было выпустить две главы, можно было бы сочинить две главы. Не обязательно упоминался автор. Это был такой, да, но если не читать, например, героя своего времени, переводчика Ирина Кубинденского, который абсолютно в согласии со своей эпохой переводил достаточно вольно, но он думал, у него были какие-то соображения про то, как надо переводить. И он, например, понимал, что Диккенс смешной писатель. Он Диккенса очень любил, много переводил. Что Диккенс смешной писатель, что он писатель и сатирический, и сентиментальный, и передающий какие-то живые характеры. И он тоже начинал делать живые характеры, иногда страшно уходя от Диккенса, но понимая его дух, действительно. И он начал использовать русское просторечие, потому что про речевые характеристики вообще никто не думал. Да, как-то была идея, что то, что ты переводишь, это литература, поэтому персонажи должны разговаривать литературно, как бы они ни разговаривали в оригинале. Денский первый начал вкладывать в из-за английских персонажей какую-то дикую, просторечную, да, такую, колоритную речь. И масса людей его за это критиковали. Но если не считать от таких каких-то отдельных идей, прозаический перевод был очень странным. Когда начался вот этот вот огромный проект по обеспечению рабочих и крестьян дуровой классикой, в котором, кстати, Валерия Годибюсов, в чём доме мы сегодня находимся, очень активно участвуем. Ну да, это вообще на самом деле отчаянно, большой степень проектов, конечно. То там начали создаваться, стал вопрос, чего мы хотим. Да, так, Чубовский начал писать, что всё, нашего нового советского читателя больше не устраивает пересказы, которые писали Гойки и Бареньки. Да, мы хотим, чтобы, да, потому что перевод прозы не был профессиональным занятием. Это делал кто-то, так, ну, действительно. Кто-то узнал иностранный язык, как, кстати, сейчас нам добывают. Но сейчас это пошло на новый круг, но тогда это вообще о профессионализации перевода никто ещё тогда не слышал вообще, да. И Чубовский говорит, всё, нас это не устраивает. Нам нужен новый перевод, абсолютно полный, без всякой отсебятины, без пропусков. И они действительно за это взялись. То есть сидели редакторы. Они сначала пытались редактировать переводы 19 века. Это пошло очень плохо, потому что перевод, который сделан с идеей, что переводчик может делать, что хочет, абсолютно не может соответствовать идее, что он должен в полу. Стали делать новые переводы. Стали выпускать какие-то книжки про принципы перевода. Стали создавать семинары и обучать кадры, потому что переводить было некому. Знать язык и переводить совершенно разные вещи. И из этого действительно создалась школа перевода. Вот что действительно великая вещь? Что понимание, что это школа, что это некоторая осознанная стратегия, что ты чего-то хочешь, что ты что-то хочешь получить на выходе определённое, а не просто так попало перевести. Вот это было великое дело. Это действительно привело к тому, что это стала профессия. Это стала профессия, которую учили. Учили часто действительно прекрасные мастера. И вот это то наше наследие, которым хочется там и гордиться, и как-то его развивать и так далее. С другой стороны, к сожалению, прекрасная идея «Мы вам сейчас переведём всё лучшее, чтобы вы могли это читать» довольно быстро переросла в идею «Мы сейчас выберем вам, что читать, а больше ничего читать не дадим». Да, мы будем решать, что вы будете читать. Вот это вот патерналистское отношение государства к этим неразумным рабочим крестьянам быстро приняло вот такую форму. Они сами не знают, чего они хотят, а мы знаем. Прекрасная идея, что произведения должны редактироваться, быстро сдвинулась в сторону идеи, что произведения должны цензурироваться. Поэтому мы должны понимать, что… Не только в выборе, да, но и внутри произведения. То есть не только мы будем выбирать, какие произведения вы будете читать, но и что в этом произведении вы будете читать, потому что не всё вам подходит. Да, наш читатель не поймет этого, нашему читателю не нужно этого. Возникла целая теория юристического перевода, который означал, что мы переводим не текст, а реальность за текстом. Это, например, так работает. Вот, скажем, Байер что-то не то написал про нашего великого полководца Суворов. Ну, как-то немножко, да? Но мы-то знаем, что он был великий полководец. Поэтому вот всю вот эту вот издевательскую интонацию мы, конечно, выбросим, потому что наш читатель не может читать такое суворов любимого полководца Сталина. И так далее. Это тоже черта, наряду с очень большой тщательностью работы и профессионализмом, это тоже черта, присущая всему изъятия советскому переводу. То есть надо понимать, что если в произведении, которое переводилось в советское время, было что-то, что не пропускалось цензурой, оно так и осталось цензурированным. И вы себе представляете, что вы иногда читаете по-русски по сравнению с оригиналом, да? Это тоже, как бы, вещь очень грустная, да? Это делали не переводчики. Переводчики, в общем, были мученики этой системы, которые пытались протащить хоть что-нибудь. Но надо понимать, что когда мы берем хим-глэ, как звание Колокол, да? То эта книга переписанная с выпусками, с переписыванием персонажа с точностью, да, наоборот, да? Там у нас студентка работала с архивным материалом, и там на полях спор-редактор там с цензором, да? Что вот нехорошо, что мужчины и женщины, они женаты и лежат в одном спальнике. И так, глядишь, к пятому варианту, они уже не лежат в одном спальнике. Уже все прилично. И так все более-менее. Поэтому это тоже надо учитывать, что вот этот цензурский момент, он очень повлиял на тексты. И, кроме того, еще одна вещь, которая такой обеспечивая сдвиг, это то, что очень многие писатели не могли писать то, что хотели, вы, наверное, это знаете, они вынуждены были писать в стол и переводить для заработка. Тогда, да, тогда в советское время перевод был заработок. У этого, опять же, были как свои плюсы, так и свои минусы. С одной стороны, переводчик мог переводом заработать на жизнь, достойную, в общем, даже улучшительную. С другой стороны, из-за того, что это было денежное и шкурное дело, туда было очень, а переводилось мало, гораздо меньше, чем сейчас. Туда было трудно попасть. И попадали совсем не обязательно по таланту. Да, нужны были какие-то связи, нужно было быть членом союза писателей. Пока ты ничего не перевел, ты не можешь быть членом союза писателей. Пока ты не член союза писателей, тебе ничего не дадут перевести. Поэтому тут как-то что-то надо делать. Да, и многие писатели свое писательское дарование воплощали в переводе. Что, опять же, хорошо для литературного языка перевода, но в то же время, конечно, не очень хорошо для родной русской литературы, иногда и не очень хорошо для перевода, потому что писателю надо куда-то надевать свое авторское «я», и он его помещает в перевод, заменяет немножко этим авторское «я», собственно, автор оригинального текста. И вот это вот стремление, тоска по хорошему русскому языку, который выхолощивался в разрешенной советской литературе, ужасный советский как новый язык, и люди действительно литературно одаренные стремились сохранить и приумножить русский язык в переводах. От чего возникла интересная аберрация? Главной задачей у редактора было, собственно, две задачи. Одна спущенная сверху. Редактор должен был не допустить некоторых вещей, которые точно не пропустят на престойности, политической неблагонадежности, упоминание религии. Он должен тщательно отследить, что вот этого всего не было. И вторая вещь, которой уже редакторы занимались от души, это хороший русский язык. И это то, что удалось практически стопроцентно. Все советские переводы написаны абсолютно не корявым, достаточно литературным, красивым языком. И если вы не сравниваете их с оригиналом, вы никогда не узнаете, например, о недостатках этого перевода, потому что он с точки зрения вас, как читателя, хороший. Это одна из тех вещей, которые в большой степени сохраняются до сих пор. То есть переводчик, который сейчас сталкивается с редакторской практикой, он может, особенно если попадет на редактора «Старой школы» и «Старой закалки», может столкнуться именно с такого рода проблемой, когда редактор будет говорить «так не говорят по-русски, так нельзя сказать». Редактор будет предлагать вариант. «Вы ему говорите, так в оригинале же не это». «Какая разница?» «Это хорошо по-русски». Это последний пассаж «Дженейр». В современном переводе недавнем Ирины Гуровой, который очень точно воспроизводит оригинал. Вот то, что написано в оригинале. Следующим мы вам зачтем то, что было в переводе советского времени «Станевич», и то, что было у Ринарка Гведенского. Имейте в виду, что все это один и тот же кусок текста, который сейчас наиболее полно виден вам на экране в переводе «Курб». Давай, пропустите середину, но чуть-чуть почитайте. Да, как видите, здесь в основном речь идет о религиозной работе человека. Когда Санжан покинул Англию ради Индии, он вступил на избранную эстезию и следует по ней до сих пор. Никогда еще столь мужественный пионер не пролагал дорогу среди диких скал и кровных опасностей. Твердый, верный, преданный, исполненный энергией света истины, он трудится ради ближних своих, расчищает их тяжкий путь в спасение. Ну, давай, можем. Видите, да? Объем текста видите? Это дальше, это все тот же пассаж. Да, значит, ну и дальше там. «Мой господин, причем предупредил меня ежедневно, он возвещает все яснее, ей приду скоро, и, в частности, все более жаждуще, я отзываюсь. Аминь, ей приди, Господи Иисусе». Теперь то же самое, я подчеркиваю, тот же самый пассаж в переводе Станевича. Типичный перевод царевского времени. Что касается Санжан, он погиб в Англию, уехал в Индию, он так и не женился, и не женится. Я знаю, что следующее письмо написано незнакомой рукой, сообщит мне, что Господь призвал к себе своего неутомимого и верного слуха. А теперь, вам хочется сказать, теперь дискотека. Теперь Ивнар Фриденский. «Мистер Сан-Джан-Рио, с первого недели сделать скроматличный кассианер». Все, что вы хотели знать про дореволюционный советский и постсоветский перевод. В данный момент в времени борется оставшаяся старая традиция, где убийся, но сделай хорошо по-русски и не перегрузить читателя. С новой, к сожалению, тоже часто такой вот манерой, когда переводчик, может быть, работает без достаточного пригляда редактора, но сильно старается сделать точно. В одном случае мы имеем красивый текст, мало соотносящийся с оригиналом, в другом случае мы имеем текст, который борется как-то с синтаксисом и не всегда выплывает. Вот это может быть самое главное достижение постсоветского перевода, что вместо одного канонического перевода, который вытесняют все другие, все-таки стали появляться соседствующие переводы. Это хорошо и правильно, потому что один перевод может порадовать читателя, который хочет естественности восприятия и который не любит читать сноски, а другой перевод может порадовать читателя, который, как мы, любит читать сноски и разбираться Но, тем не менее, наследие советской критики перевода, оно до сих пор с нами, оно никуда не делается. И как только появляется новый перевод какой-нибудь классической книги, на него сразу обрушивается вся мощь этого критического пыла, причем часто не от критиков, а просто от читателей, людей, которые прочитали, например, оглавление книжки или несколько строчек из нее, но считают, что это достаточно, чтобы на нее сразу уже обрушиться. Но так произошло со злосчастным пловцом на хлебном поле, который «The Catcher in the Rye». Да, там на самом деле очень интересные есть переводы рассказов, на которые вообще уже никто не обратил внимания, в общем, запали, есть очень удачные находки, но там очень смешные претензии. Я прям читала в интернете, радость чистая, пишут, почему этот, значит, идиот Немцов назвал рассказ «Дядюшка Хроманов в коннекте», ха-ха-ха, этот рассказ называется «Ла поростяпа». Ха-ха-ха, этот рассказ называется «Аркл-выглинг коннектика», да, но литера Раид Ковалева воспринимается как оригинал текста, и поэтому все возмущение направлено на то, что откуда-то появился какой-то дядюшка из коннектиков, да, но появился прямо непосредственный сэнджер. Не мог переводить нормально, ты должен был делать поцензурную работу, абсолютное бесправие переводчика, да, но сегодня ты можешь просто против этого воздать, ты можешь сказать, нет, я не позволил менять перевод, у меня правильный перевод, да, там все было невозможно. Это, кстати, на самом деле, в большой степени история про то, как переводчик себя позиционирует, потому что нам приходилось неоднократно слышать от коллег истории про то, как с ними обошлись в том или ином издательстве, что вот, не дали вычитать гранки, не дали посмотреть там PDF, устили в печаль, что-то там такое. На самом деле, такое иногда происходит, вот в книжке «Черный лебедь» налево, которую я вам показывал, первый вопрос, к которым все обращаются ко мне, вот как ты это переводил, что-то странное слово «гуглировать» там на первой странице. Да, это произошла трагическая история, ровно на этой книжке издательство меняло владельца, иностранка перестала быть Варей Горностайкой, и поэтому мы не видели гранку, и поэтому так далее. То, вписал туда редактор, и нам не показал. Соответственно, мы никакого, все ответственное за слово «гуглировать» себя снимаем, но, к сожалению, про это никто не знает. Такое случается, но, с нашей точки зрения, это исключительный и чудовищный случай, который не должен происходить, и не должен повторяться. Но, видимо, иногда люди в издательстве, редакторы считают себя вправе выступать таким образом. Особенно, конечно, это может касаться молодых переводчиков, про которых редактор считает, что он намного-намного опытнее их, и он сейчас все поправит и сделает, а переводчик пусть будет очень угадарен, что его допустил их работу. Мы считаем, что с этим надо бороться с молодых ногтей, как бы молодым переводчиком, его имя стоит под этой работой. Поэтому, во-первых, в договоре, который вы заключаете с издательством, должно быть написано, что издательство не имеет права вносить правку, не согласованную с вами. Это очень дисциплинирует издательство, особенно если вы оговорили этот пункт, намекнули на то, что вы будете следить за его исполнением. Это хорошо. Ну, и, конечно, общее правило любой работы – работать с теми людьми, которых уважаешь и которым доверяешь. Да, то есть на российском рынке есть некоторое количество издательств, где работают прекрасные профессионалы, которые просто таких вещей не делают, потому что они прекрасные профессионалы, с ними надо стараться работать. Так вообще бывает, в non-fiction, в частности, что после редактора текст обратно к переводчику идёт? Так должно быть. Так, да, это единственный вариант, как должно быть, не должно бывать ничего другого. Это надо записывать в контракт, об этом надо говорить с редактором. И надо с самого начала говорить, что вы не допускаете ситуации, при которой вы не видели последнюю перстку. Переводчик в данном случае тот же автор. После корректора? Нет, сначала редактор должен сделать правку, отправить её в банку. Вы должны согласиться с какой-то правкой и не согласиться с другой правкой. Ваше слово последнее. Так? А мы, когда работаем со студентами, вот у нас в этих антологиях студент отвечает за рассказ. У него есть свой рассказ, он отвечает за биографию автора, и за то, чтобы найти там портрет, если сложно. Да, надо. Дали их рассказывать. Дали их этому рассказывать. И вот когда мы коллективно редактируем, у переводчика где-то может быть такое решение, которое не нравится, например, нам. Мы объясняем почему. Мы говорим, что нам... Ну, понятно, если речь не идет о словарной ошибке, да, естественно, словарная ошибка, он поправит. Но если речь идет о какой-то вкусовщине, которое может одному нравиться, другому не нравится, то последнее слово остается за переводчиком, пусть даже он студент. Это его текст, он подписан его именем. Мы все сказали про то, почему нам кажется, что это не так, но если это его решение, это его решение. Потому что это не может быть иначе, да, у текста не может быть больше одного хозяева. Переводчик ставит свое имя. Да, ему доверили эту работу. Это его текст. В этом смысле переводчик ничем не отличается от любого другого автора. Его копирайт стоит в издании, и он отвечает за это, это его интеллектуальная собственность, не отчуждая. Но еще раз, речь не идет о ошибках, о пропусках, о дописываниях, да, это запрещается уже другими. Это, в принципе, может запретить автор, да, на дописывание, пропуск, надо брать разрешение автора. Нет, переводить, переводить черепаху жабы и говорить, я не вижу, это, конечно, не тот вариант, да, мы говорим не об этом. Мы говорим о другом, что есть вещи чисто вкуса, вот мне кажется, это хорошо по-русски, да, а мне кажется, так не хорошо по-русски. Вот это тот вопрос, который отначательно решает переводчик. При помощи редактора. В идеале редактор ваш друг и сараник. Он делает так, чтобы вы случайно не пропустили глупую ошибку, чтобы вы не написали и не пропустили корявую фразу, чтобы он сказал, вот ты уверен, что вот этот персонаж так говорит, подумай, кто он, да, там по социальному происхождению. То есть редактор должен быть вашим главным сотрудником. И вы должны его слушать. Вы должны понимать, что если его что-то покоробило, он, может, вам неудачную вещь предлагает взамен. Прочитайте еще раз, что, почему он полез менять эту фразу, да, вы, скорее всего, увидите, что с ним было что-то не так. Вы, может быть, не согласны с предложением редактора, но вы, может быть, ее поменяете как-то по-своему, потому что вы увидите, что его выделили, вычеркивают, да. То есть изначальный посыл, это, безусловно, доверие к редактору, желание сотрудничать с редактором, разговаривать с редактором. Но если в результате остались какие-то вещи, в которых вы уверены, это ваш текст, и вы в них уверены, да. То есть первая итерация происходит между вами и редактором. Вот, например, справку, вы ее вычитали, поправили почти все, осталось несколько дискуссионных мест, вы их обсудили. Вы сказали, вот здесь я настаиваю, а здесь я сделаю, по-твоему, действительно, так лучше. После этого это все идет еще, там, корректор и так далее. Вы обязательно видите последнюю, последние гранки, потому что корректор тоже человеком. И есть некоторые вещи, которые, например, с пунктуацией, есть разные способы, одно и то же предложение, да, расставить там пунктуацию, и это иногда зависит от интонации, с которой сказано фраза, да, или написано. И где-то корректор мог навалять такого, чем мы недовольны его, это поправится. У автора может быть сколько угодно причудливая пунктуация или какие-нибудь еще особенности, которые вы как переводчик решили передать, например, а не приводить к какому-то общему розентару. И корректору это, корректор просто не в курсе, да, он не сверяет это с оригиналом, а просто исправляет это так. Например, как Алексеев рассказывал, у нее был роман, где не было заглавных букв. Все начиналось с маленькой буквы. Она так и перелила, ей, конечно, корректор понаставил, да, она сказала, извините, мой автор в курсе, что первое слово, потому что с большой буквы, ну, что-то решил сделать иначе. Ну, или представьте себе, там, например, роман, я не помню, французского автора, который написал без буквы, да, там корректор, конечно, может что-нибудь поправить, там не должно быть той буквы, которой не должно быть. Да, действительно, если вы хотите прочитать одну статью по-русски, которая говорит о том, что такое главная проблема перевода, это статья Михаила Леоныча Гаспарова «Брюсов и буквализм». Она легко достаточно ищется в интернете. Она везде висит, а если вы хотите прочитать лучше на русском языке разбор конкретного перевода, то это статья Михаила Леоныча Гаспарова и Наталья Автономовой «Сонет от Шекспира» перевода «Маршава». Как часто издатели будут принимать новые переводы? Насколько это интересно? Вообще от многих зависит. Ну, смотрите, в случае с «Доной Тарт» там просто вот наша ученица Анастасия Завозова, которая очень любит «Дону Тарт», она просто обратила внимание на то, что перевод романа «Маленький друг» был выполнен чудовищно. Там были, я такого тоже давно не видела, там были одни абзацы пропущены, а другие написаны, как в XIX веке буквально. А, и, ну, увидев такое безобразие, руководство издательства «Корпус» сказало, действительно, безобразие, давайте сделаем хороший перевод. Да, поэтому Настя Завозова перевела сначала «Счекла», а потом «Маленького друга», и «Маленького друга» надо читать, с кем ее переводят, где Настя очень добросовестный переводчик, который, чтобы изменить одну букву, пишет «Автор» и объясняет, почему она их очень изменена. Ну, наш... Еще есть возможность писать, да. Да, к счастью, Доникар, можно писать. «Наш», один, наверное, из самых любимых наших переводов, «Попугай Флабера» Жулиана Барнса, это тоже второй перевод в арбузский, и по той же причине, потому что первый перевод, ну, был довольно ужасным. Ну-ка, он был вот, он был абсолютно идеальным переводом такого советского образца. Ну, не совсем все. Да, он был, Барнс, сказать, что это перевод плохой, можно только посмотрев оригинал. Это перевод беглый, это беглый русский язык. Это ни к одной фразе не придерешься. Просто у Барнса в большинстве случаев написано совсем другое. А так все хорошо. Кто определяет, можно ли выкинуть действительно русский? Нельзя ничего. Но это, конечно, нон-фикшн. Здесь вот столько идет про американские реалии, которые здесь никак не реплицируются. Это можно делать только в договоренности с автором. Или с наследниками автора. Это вопрос копирайтера. В современном мире это копирайтерный вопрос, а не вопрос личного мнения. Для нон-фикшн, конечно, это, ну, как бы менее острый вопрос. Потому что там, конечно, может быть какая-то адаптация. Да, но художественное произведение является единицей измерения. Да, вот оно само по себе и есть единица высказывания. Поэтому без него отозымать куски по своему усмотрению невозможно. А так, в принципе, с нон-фикшн, с какой-то вот книги такого рода, если можно договориться с автором, с агентом автора, с наследниками автора, то почему нет? Действительно, наверное, какие-то куски могут и для всякого рынка подходить. Это совершенно нормально. Я хотела спросить, а где вообще в Москве можно научиться перевозок? И кто может приходить на ваши семинары? И если можно, еще отклонение небольшой темы. В случае со специализированной литературой, например, по философии, по искусству, как бы нужно ли быть философом, иметь степень самому, чтобы переводить? Ну, про степень, вы, наверное, сами догадываетесь, что степень степени розни, или степень иногда... Ну да, это смешная вещь, на самом деле, степень. Ну, посмотрите, вот со специализированной книгой, которая предназначена не для ученых, а для широкой публики, но тем не менее, надеюсь, и специалистом, биологом, архитектором и так далее. Ну, вот существует практика, такая, научный редактор. Это человек, который специалист в этой области, желательно, который хорошо знает соответствующий язык, и который просто ерунду, которую переводчик там написал, исправит или выкинет. Кроме того, есть, конечно, навык не писать очень много ерунды, в котором очень помогает синхронный перевод, кстати. Ну, и синхронный. Да, любой технический, особенно синхронный, потому что технический переводчик письменный часто хотя бы немножко специализируется все-таки, да? Он в основном берет уже какие-то тексты одного профиля, потому что так удобнее всем. А синхронист не может быть специализированным, нет столько работы, да, чтобы синхронист был узкоспециализированным. Поэтому синхронист переводит сегодня нефрологию кожи, а завтра искусствоведческую конференцию. И у синхрониста есть навык быстрого освоения какой-то основной лекции, идеи и так далее. И это вот очень полезный навык для того, чтобы не писать много ерунды при переводе на... Да? То есть ты понимаешь, что надо прочитать несколько статей, причем как английских, так и русских, чтобы понять, как соотносится терминология. Составить глоссарий. Там, в случае синхронного, послушать, как говорит человек, который ты будешь переводить, если он есть на ютюбе, чтобы понять, чем ты придется иметь дело, да? То есть есть какой-то набор навыков, которые позволяют не говорить много ерунды. И вообще, мне кажется, переводчик в принципе должен владеть. Теперь первый ваш вопрос. Вас английский язык интересует? Пока да. Пока да. Значит, с английским языком, кроме нашего семинара, есть семинар, который ведут Бобков и Голышев. По-моему, это называется «Русская школа перевода». Бобков и Голышев оба... Ну, Голышев вообще, мне кажется, лучший живущий переводчик, правда. И Бобков был прекрасный переводчик. То есть, ну, правда, очень-очень. Есть семинар, который ведет Александр Яковлевич Левергант, по-моему, в РГГУ. Левергант – это главный редактор журнала «Иностранная литература». И, кстати, вот тоже чуть-чуть отклонившись, меня очень порадовало, что Александр Яковлевич – человек, который придерживается на многие проблемы перевода, диаметрально противоположный нашей точке зрения. Притом, что мы его считаем прекрасным переводчиком. Ну, то есть, понимаете... На вопрос, когда было, когда лучше в советские времена, и сейчас переводчику, ответил точно так же, как мы сейчас. Это было очень хорошо. Это было на нашей конференции. Я говорю, одним словом – лучше или хуже? Можно двумя? Сейчас лучше или хуже? Можно двумя? Можно сейчас намного лучше? Нет, ну, Левергант – человек очень большого обаяния, таланта, внятностя. Это переводчик другого направления, чем Болышев. Болышев – человек точности. Левергант – человек… Больности. Да, потому что, ну вы понимаете, да, что перевод более больный может быть гениальным и более точно может быть гениальным. Это не про то, как вы слышали, это не про качество, это про подход. Но вот как так есть Алиса Захадера, веселая, игровая, с великолепными находками, есть Алиса Демурваль, которая вам дает все викторианство, совсем гэзм, со сентиментальностью, само чудачество, чего не дает Захадера, но она дает что-то другое. И вот так же, если вы склонны скорее к более строгому переводу, то вам колыша побоко. А если вы склонны к более игровому и легкому, то вам левердан. Да, есть, что еще есть по-английски? Ну, есть Creative Writing School, которую основала Майя Кучерская, писательница, и в которой сейчас вот мы ведем занятия по переводу, и может быть это еще когда-нибудь повторится, это второй уже такой семинар. У нас в общем летом был такой цикл, вот сейчас зимой, и возможно такой семинар будет еще. Вот, это тоже какое-то хорошее дело, потому что... Я даже, честно говоря, не ожидала, что это окажется настолько хорошее дело, потому что у нас сейчас настолько сильная группа, что мы просто не можем ввести себя. Мне кажется, это очень востребовано, и по-моему, еще Татьяна Толстая тоже идет... Да, ну писательские. А у Майя Кучерской очень разные специализации учителя нет переводческого направления, во-первых. И во-вторых, вот мое ощущение, что отличие школы Татьяна Толстой от школы Майя Кучерской в том, что школа Татьяна Толстой идет по принципу, вот давайте напишите, а мы сейчас вас покритикуем. Школа Майя Кучерской скорее стремится к тому, чтобы дать человеку инструментарий. То есть рассказать про какие-то навыки, необходимые прозаику, сценаристу, берегу... Создать среду, да, что-то тоже почитать. Ну, это тоже очень разные школы. Немножко более такой методический, более академический подход, который, мне кажется, лучше структурирует. Опять же, что кому подходит, да, может кто-то обещает, чтобы мы поприсковали. То есть это тоже разные вещи просто. Ну, и, наконец, у нас есть семинар МГУ, который идет постоянно и очень энергично. Но у нас, например, сейчас мы берем вольнослушателей, когда люди к нам приходят, мы берем, но сейчас у нас настолько, что вот мы сейчас, например, не можем больше, потому что, ну, у нас... Ну, да, нельзя, мы же с практическим занимаемся, мы сидим и читаем слух свои переводы. Если нас будет слишком много, мы не будем этого успевать делать. И вот сейчас у нас вольнослушатели достигли какой-то критической массы. И пока что, вот, сколько их у нас есть, пока хватит. Обратите внимание на экран. Это так называемый национальный корпус русского языка по адресу русскорпора.ру. Невероятно полезный инструмент переводчика. Чем он полезен? Вот видите, там есть такая кнопочка справа вверху «задать под корпус». Вы можете задать под корпус по самым разным параметрам. Например, вы можете сказать, я хочу найти все произведения, которые написали писатели, родившиеся от 1900 до 1950 года. И дальше вы будете искать что-то, что вам нужно, например, сочетание. Например, вы посмотрите, сочетается ли это какой-то глагол-уздательный падежок. Только по этому под корпусу. Почему это нужно переводчику? Потому что у носителей языка на самом деле нет никакой интуиции про язык, который им хотя бы немножко чужой. Вот как говорил Михаил Георгиевич Гаспаров, мир Пушкина для нас такой же чужой, как древний вассирийцы или собаки-каштанки. При этом мы этого не осознаем. Нам кажется, что Пушкин наш и все, и мы прекрасно его понимаем. А на самом деле, конечно, вам дать 10 абстрактных слов и сказать, какие могут употребить Пушкина, какие не могут. И, скорее всего, вы ошибетесь. То есть ваш ответ будет чисто роддом. Потому что это можно только проверить. Но если вы не занимаетесь лексикологией Пушкинской эпохи, ваш ответ будет неправильным, почти гарантированным. А корпус дает возможность эти интуиции наши, которые чаще всего неверны, проверить. Ну, вот у нас был, например, случай, когда мы для одного журнала давали рассказ из антологии Серебряного века, который только не дворецкий. Вот, ну, прошу прощения, да, золотого века митарского детектива из книги «Только не дворецкий». Был рассказ, в котором было слово «клерк». И редактор этого журнала сказал, ну, рассказ 30-х годов, нет, это слово слишком современно. Поменял бы у нас тряпча, что совершенно разные профессии. И вот без такого инструмента довольно трудно на это возразить. Да, тут у тебя с редактором происходит разговор. Нет, это слово «нормально». Нет, это слово «нормально». Да, ну, конечно, нужна тяжелая артерия. Ну, может быть, кто-то там вспомнит из Мандельштама. Веселых клэрентов, колокола, не понимая. А можно зайти в корпус, задать 30-е годы, задать слово «клерк», и вы увидите там 46 примеров из разных произведений советских писателей. Несмотря на то, что все ресурсы мира сейчас в переводчику доступны, не все умеют ими пользоваться. И это отдельный навык, отдельное искусство, которому тоже надо учиться. Вот вы спрашиваете, какими справочниками пользоваться. Это, к сожалению, такая вещь, которую нельзя вот так вот взять и вложить. Ну, смотрите, если вы, скажем, смотрите что-то по Google Books и Google Score, это будет более надежные, скорее всего, источники, чем какой-нибудь абстрактный блог или современная газета. Если вы переводите какое-то достаточно известное произведение, посмотрите, нет ли фанатских комментариев в сети. Они могут быть подробными и интересными, хотя нельзя на них полагаться 100%, на каждое такое объяснение нужно проверять. Да, там для чего-то нужно полезть в старые газеты, в архивы старых газет или журналов. Для чего-то нужно написать в архив, в библиотеку, в колледж, в издательство и попросить архивариуса, там обычно есть, особенно в Англии, архивариуса, попросить вам помочь. Они всегда это делают, если могут. Это очень интересный вопрос. А словарей какие? Ну, конечно. А, ну, конечно. Меллер или что? Нет, это так, Меллер. Преавтомный гальтерийный. Ну, вот, все. Абрисиан. Ну, Гальвейн Абрисиан, да. Трехтомный большой словарь, вот этот вот Гальвейн Абрисиан, это лучший, самый полный словарь англо-русский, который может пригодиться художественному переводчику. И, конечно, Oxford English Dictionary обязательно, потому что это вот просто главный ресурс. Ну, и мультитрант очень хороший ресурс. Но мультитрант, конечно, нужно пользоваться с умеющим, потому что там очень много... Ну, много случайных контекстов, значений, то есть, ну, надо проверять, опять же, понимать, да, не нужно слепо полагаться на такую словарь. Для того, чтобы... Абрисиан, да, споры такие вечно. Конечно, конечно, конечно. Это такое оружие, которое... Если у вас странная сочетаемость, загоните ее в кавычках Google, Google Books, Google Scala, посмотрите, как она встречается, в каких контекстах вы ее находите, в контекстах какого времени вы ее находите, что она там не значит. Полезная вещь, но я думаю, что вы это знаете, для того, чтобы посмотреть, как переводится, например, какое-нибудь географическое название, или название какой-нибудь организации, или какое-нибудь животное, которое тоже, когда ты сразу найдешь. А это просто посмотреть по Википедии, да, вы идете, скажем, в английскую Википедию, смотрите, есть ли русская статья, и смотрите, что это по-русски. Но это не конечная точка в вашем путешествии. Дальше вы проверяете по-русски справочным. Да, но это в общем достаточно надежно. Можно найти латинское. Совершенно верно, с названием растений и животных лучше всего найти латинское название, и по нему уже ориентироваться. К сожалению, с названием растений и животных это не всегда работает. Иногда есть много разных названий на одно и то же латинское, в разных регионах называют одно и то же животное по-разному, то есть тут, скорее всего, придется хорошо покопаться, поговорить с биологами, как-то приложить некоторые усилия. Вообще, не забывайте, что есть жилые люди, кроме мейнбукса и всего прочего. Есть биологи, есть историки, есть всякие фанаты, которые чем-то занимаются, ищите их, обращайтесь к ним, они очень любят. Как правило, фанаты очень любят, когда про предмет их фанатизма, потому что о чем-нибудь спрашивают. Не стесняйтесь этого. Мне, например, в Англии понравились как-то книжки одного архитектора про то, как устроены английского дома разных эпох, и когда мы столкнулись там со всякими сложностями, я ему написала на адрес издательства, он мне написал. Он мне писал картинки, разъясняющие его из них. Потом я спросила, нельзя ли их использовать в книжках, он сказал, берите бесплатно, я вам сейчас пришлю в хорошее разрешение, и, конечно, пусть ваши читатели поймут, как вы выглядите на эту бабку, а как же они будут жить, если они этого не поймут. То есть это, как правило, очень приятное общение. Спасибо. 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 Спасибо.